Здравствуйте, уважаемые телезрители! На первом альтернативном программе «Открытый эфир» я Владимир Банчиков, сегодня гостья в нашей студии, главный редактор популярнейшей нашей республиканской газеты «Инфорум Полис», кстати, самой, я это всегда подчеркиваю, самой тиражной газеты, Туяна Зандуева. Здравствуй, Туяна! Добрый вечер! Первый вопрос хочется задать такой. Я вот как читатель, да, мне интересна технология производства вообще газеты. Как все это у вас проходит? Ну, если не вдаваться в такие мелкие подробности, которые не интересны читателю, да, ну, например, вот в среду вы купили свежий номер газеты, и в среду уже начинается уже подготовка к следующему номеру, то есть всю неделю мы готовим для вас свежий номер, то есть мы собираемся и планируем следующий номер. Начинаем его заполнять с любимого яролаша многими, я знаю, что многие читатели... Ну, это детская страница замечательная. Яролаш не детская, Полисенок детская. А яролаш, это юмористическая страница, вот я принесла. А это где анекдоты? Да, где анекдоты, у нас есть специальный человек для анекдотов, наш главный дизайнер Николай Кузич. Который выдумывает. Ну, практически да, потому что многие нам звонят, иногда и говорят, хорошо было бы с ним за рюмкой пива посидеть и послушать его анекдоты. Это очень человек с очень особым чувством юмора. Вот, они начинают готовить, готовим сканворд, готовим гороскоп Зурхай, собираются объявления и так далее. Но это то, что можно сделать заранее. Да, то, что можно сделать заранее. И надо сказать, что сейчас, когда на сайте у нас появляются какие-то короткие новости, в газете они уже появляются более подробные, с аналитикой, с комментариями, там, экспертов и так далее. И в понедельник мы сдаем вот эту часть, мы ее называем вторая тетрадка, и сдаем обложку. Просто обложка, она глянцевая, она сохнет сутки. Вот такая технология. Во вторник мы сдаем уже вот это начало газеты, которую вы открываете первые страницы. И всю ночь она печатается, раскладывается, разводится по киоскам, чтобы вы в среду рано утром могли получить свежий номер. Туэм, а скажи, как вы зарабатываете деньги? Потому что все считают, что вот сейчас цены на газеты поднялись, потому что поднялись достаточно существенно для простого читателя, простого человека. Это вы такие жадные? Нет, на самом деле стоимость у нас сейчас 20 рублей стоит информполис. Из этого я хочу сказать, что 18 рублей – это себестоимость газеты. То есть рубль забирает себе посредник, который продает, да, ну киоск, там магазин и так далее, потому что в магазинах тоже продается. И в селах иногда добавляют сельские коммерсанты, допустим, покупают газеты, увозят, они могут продавать и по 22, по 25 там в дальних районах. То есть мы не зарабатываем на собственной продаже газет, это нет. Мы зарабатываем только на рекламе. Это помогает нам быть независимым от государства, от органов власти. Ну к этому вопросу не вернется. Нет, на самом деле бывает иногда претензии, что у вас много рекламы, просто читателю надо понимать, что реклама, в том числе и на телевидении, и в любом СМИ – это гарантия какой-то независимости от органов власти. То есть на рекламу существует, покупается бумага, краска, понимаете, что глянцевая бумага за рубежом покупается. Вот ты сама меня подвела к этому вопросу о независимости от органов власти. Все-таки вы позиционируете себя как независимой от органов власти. Я могу привести пример, но не буду приводить пример. Из наших еженедельников читатели прекрасно знают, видят, какая газета абсолютно независима, какая зависима, какая зависима наполовину, так скажем. Где из проплаченной статьи, там иногда бывают маленькие такие сноски, а где настоящая точка зрения журналиста. У вас как с этим вопросом? Ну, независимы могут назвать себя все, у кого нет в учредителях органов власти, да? Сейчас ни у кого нет, кроме, по-моему, «Бурятия» и бесплатная газета «Улан-Удэ» любимая. Ну, она абсолютно зависима, ни от кого нет, читателей нет. Ну, в любом случае, то есть в учредителях, если не значатся органы власти, это уже априори считается независимая газета. Но другой вопрос, как принимают рекламу. Вот сейчас очень обсуждается бурно в Госдуме, вы знаете, вопрос о том, чтобы прекратить пиар органов власти в СМИ, да? Но, с другой стороны, мы понимаем, что если, допустим, органы власти не будут оплачивать хвалебные оды о самих себе, журналисты о них писать не будут. Поэтому они вынуждены где-то размещать статьи о том, как они хорошо работают. Вот как к событиям, да, все-таки я вернусь, вернее, не буду уходить пока из плоскости политики, как к событиям в БГУ и вокруг поста спикера Народного хурала отнесся творческий коллектив, тобой возглавляемый? Вы же наверняка все это обсуждали как-то. Что вы будете, как преподносить читателю, с какой точки зрения? Ага, понятно. Ну, давайте сначала у нас были события, насколько помним, в БГУ, да? С этого все началось? Да, с этого все началось. На самом деле, когда только там все это бурлить начинало, мы связались сразу же с ректором Степаном Владимировичем Калмыковым, сделали с ним большое интервью, вот к его чести он ответил на все вопросы, в том числе острые. Ну, здесь, ну, то же самое. Да, и мы ему задавали в том числе вопросы о так называемых добровольных пожертвованиях, добровольно-принудительных, причем большинство журналистов закончили БГУ, они прекрасно знают, что это такое. Значит, я специально написала ему вопрос о том, что, в принципе, я считаю, что он виноват в том, что у нас закон о бурятском языке не работал. Он был депутатом Верховного Совета, принимал закон, но как ректор БГУ не обеспечил подготовку учителей, которые могли преподавать бурятский язык, как иностранный. Там даже факультет исчез, насколько я знаю, бурятский. Ну, сейчас, да, факультет исчез, он не то что исчез, он влился. Ну, в Восточный институт. Да, в Восточный институт. Но этому есть объективные, есть субъективные причины, потому что в прошлом году к нам подходили преподаватели этого факультета, они говорили, что мы не можем набрать студентов. Там только пять бюджетных мест, остальное платные. Ну, кто будет платно учить ребенка на учителя бурятского языка? Это же понятно. Другой вопрос, что когда... Не всем понятно. Ну, я думаю, редко найдется человек, который будет оплачивать, да, немаленькую сумму за то, чтобы выучить своего ребенка на учителя бурятского языка. Бюджетных мест там всего пять. И скоро мы столкнемся с тем, что у нас будет катастрофически не хватать учителей бурятского языка. Это, по-моему, уже не хватает. Ну, уже не хватает, но скоро будет просто катастрофа. Я просто это знаю, потому что старые учителя уходят. Вот. Затем, когда начался митинг, мы в первую очередь на сайт сделали репортаж. Мы, как правило, делаем объективно. То, что было, то поставили. То и показывали. Да, то показывали. Вот. Потом на следующий, когда был митинг, уже когда появились эти лозунги, вы видели, что мы поставили на обложку эти лозунги. Это очень вызвало эмоциональную реакцию. Бурную реакцию. Да. Со стороны властей. Да, со стороны властей. Да. Хотя, на самом деле, там не было ничего ни против власти, ни за быглу. Там ровно было описано то, что есть. У нас политика такая, что в любом конфликте мы должны... Нейтралитет. Да. Нейтралитет, во-первых, соблюдать. Во-вторых, да, невозможность высказаться обеим сторонам конфликта. Это, как бы, ну, основополагающий принцип нашей редакции. Замечательный принцип, я считаю, абсолютно правильно. Вот. И потом, когда уже начались, как вы знаете, события вокруг Матвея Матвеевича, Гершевича, да. Ну, вы, наверное, общались с нашими депутатами Хурала. Вы знаете, что там есть политики, которые готовы всегда комментировать по любому поводу. И есть те, кто стоит всегда за кулисами и дергает ниточки. Вот они всегда говорят, мы комментировать не будем, вот вы к нему подойдите и так далее, да. Естественно, журналист тоже, приходится ему брать комментарии у тех, кто всегда готов на амбразуру с открытой грудью идти. Но, тем не менее, мы все-таки подкараулили, очень долго ждали Матвея Матвеевича. Мы взяли комментарий Матвея Матвеевича и успели опубликовать прямо в номер, во вторник, я помню, это было. Где он сказал, да, я уйду. Газета выходит, через день он говорит, а может, я и не уйду. Да, да, да. Ну, тем не менее, у нас... Особенности национальной политики, что это? Ну, я думаю, Матвея Матвеевич хороший юрист, и он знает все... Тонкости. Тонкости закона, да. Давай, все, закончу с политикой на этом, да, чтобы не перегружать наших зрителей. Можем продолжать. Ну, временно, да, вот так. Вот распространение газеты. Я, насколько я знаю, да, у нас Почта России, кто только в нее камень не бросал, по-моему, только ленивый. Вот как у вас с этой нашей организацией государственной, насколько я помню? Ну, понимаете, это такая... Почта России — это естественная монополия. Это на всю страну. Но, на самом деле, конечно, тоже камни в них бросать не хочется, потому что я знаю, как простые почтальоны живут в селе. Это очень, ну, героические, наверное, женщины в основном, да, которые за несколько километров иногда обходят людей, зарплаты у них небольшие. Но, тем не менее, они выполняют какую-то социальную функцию. Сейчас подписка на нашу газету — 825 рублей. Я прошу обратить внимание, из них 300 рублей это информполис уходит, остальное уходит Почте России. То есть, ну, скорее всего, они закладывают... То есть, это, получается, две трети где-то уходит в Почту России, да? Ну, примерно так. Ну, да. Из 825, 300 только нам возвращается в редакцию из подписки. Естественно, не каждый житель может подписаться вот в 825 рублей. Прекрасно понимаете, что это в городе легче сходить в киоск, купить, да? В селах иногда подписка — это единственный способ иногда получить какую-то информацию местную. Кстати, мы же единственная практически полностью местная газета. Вы знаете, что МК — это филиал московской газеты, номер один одно время был филиалом иркутской газеты. Ну, они тоже позиционируют себя, конечно, как местная полностью газета. Сейчас они такой и являются. Но мы, по крайней мере, стараемся, чтобы у нас каждая страница была местная. То есть, даже здоровье там и так далее. Были комментарии местных врачей и так далее. Вот с самого начала. Поэтому подписка сейчас падает, наверное, у всех в силу объективных вот таких причин. Поэтому мы создали свою сеть распространения, и мы выезжаем во все районы. Таким образом пытаемся распространять свою газету. Во многих регионах есть альтернативные сети распространения. Но я думаю, это рано или поздно мы тоже к этому придем в республики. — Туяна, как попасть в ваш творческий коллектив? Вот я хочу писать, да, и у меня вот есть такие задатки. Но это мне самому так кажется. Я не про себя вообще. И что для этого сделать, чтобы попасть в творческий коллектив редакции «Информ-полис»? У вас есть какие-то критерии отбора? Или человек закончил журфакт, пришел с дипломом и все? — Нет, ну к нам приходят практиканты. В принципе, да, почему-то все думают, что журналистам быть легче легка. У всех такое впечатление, что раз ты умеешь писать, я думаю, что писать очень легко. — Писать в смысле без ошибок? В принципе, писать. — Ну, в принципе, писать. По выпускникам журфака, особенно нашего БГУ, там, наверное, отдельный разговор. Вы с ними сталкивались, да? Нет, да, ну как-нибудь столкнитесь, проверьте их грамотность. Вот. Чтобы попасть в любую газету, в принципе, да, вы, наверное, ну, вы сталкивались, наверное, с тем, что журналисты — единственная профессия, которой все знают, как надо писать, с кем встречаться. — А, ну да, да, это да, конечно. — Как разговаривать. — Как разговаривать. — Как центр оставлять. — Ударение, не акценты, ударение. — Ну, ударение, акценты. То есть очень часто бывает, особенно со стороны политиков, которые говорят, что вы пишете, вот надо об этом писать, вот с кем встречаться, вот это и так далее, да? Мы один раз провели такой эксперимент на 20-летие газеты. Мы предложили всем, кто хочет, попробовать себя в роли журналиста, да? В результате что получилось? Многие воспринимают это так, что журналист сидит целый день и из головы выдумывает и пишет такую вот от себя тяну, да? Мы принесли, естественно, там, большинство из них, да? Многие политики просто дали пресс-секретарям свои задания написать, да? Мы сказали, ну нет, давайте для чистоты эксперимента. Вот вы попробуйте себя в роли журналиста, вот, классического. Единственное, у нас Валяко Гаспарян, певец, он встал в 5 утра. Армянин по национальности, кстати, да? Ну, так, к слову. Я думаю, у него такая бурятская душа, у этого армянина, я его очень люблю. Он единственный встал в 5 утра, мы ему дали задание взять рано утром интервью у дворника, который подметает площадь Совета, специально. Он встал в 5 утра, в 6 утра он взял интервью, было холодно, падал первый снег как раз. Вот он честно взял интервью, замерз, пришел, его расшифровал и написал. Вот это вот настоящая работа журналиста, то есть взять интервью у нескольких экспертов, все это соединить, в стороне конфликта выслушать обе стороны, попробовать дозвониться. Вот эта работа журналиста, это совсем не то, что многие предполагают, что вот сидит целыми днями из головы своей выдумывает и пишет от себя тяну. Нет. Чтобы работать журналистом, ну это не только у нас, наверное, надо уметь очень быстро писать. Сейчас вы сами знаете, что сейчас электронные СМИ, сайты, да, в принципе, и газета тоже. То, что мы неделю готовим номер, это не значит, что журналист сидит и целую статью готовит неделю. Бывает такое. Но это когда расследование, когда нужно очень много фактов, цифры собрать и так далее, да. Но на самом деле иногда требуется очень быстро написать. Вот в данном случае последний пример был, когда Буча шла в Хурале. Там журналист, он полдня карауле у Матвея Матвеевича. Ради того, чтобы несколько слов взять, да, о том, что я уйду. Ради нескольких строчек газета. Да, ради нескольких строчек, да. И вот, например, я даже могу наглядно показать последняя вот наша страница, да, извиняюсь, последний выпуск. Вот это Ночь кровавой луны. Наш фоторепартер, он несколько дней репетировал, фотографировал луну. В эту ночь он поехал в район Вахмистрова, встал на гору. И ради, вот, пять минут шло затмение, вот он ради этих кадров, он почти ночью провел. Да, именно кровавая луна получилась. Вот это репортаж криминальный из Иракинды. Это наш журналист специально летал, несколько дней потерял на то, чтобы привести репортаж из поселка Иракинда. Все знают, что это такое, но мало кто там бывал. Вот, ты знаешь, в последнее время очень много и очень правильно люди говорят, и это камень в наш огород, и в ваш, вообще, всех средств массовой информации, да, что у нас мы выпячиваем на первое место какие-то вот эти политическую, нашу местную мышину и возню, да, еще что-то. Причем это давно уже происходит. Мы забываем о людях труда. Вот у нас под боком ОВРЗ, да, там огромный коллектив, замечательно живет. Я имею в виду в том плане, что это и творческий коллектив, и спортивный, и всякий разный, да, то есть, а мы об этих людях не говорим, не пишем, вот в этом смысле какие-то есть у вас проекты, задумки. Но они у нас всегда есть, на самом деле, если... О простых людях, о людях труда, я вот про это говорю, о этих политиках, всем надоевших уже... Ну, вы можете открыть последние несколько номеров, у нас практически там нет политики. Вот, пожалуйста, выселение ветерана, ЖКХ-потрошитель, ну, сократили зарплаты чем высоким чиновникам, это политика, скажем так, которая интересна нашему простому жителю, который зарплату получает в сотни раз меньше, да, читай энергосбыт, вот криминальная лихорадка из Иракенда, Мехахана, политики здесь нет, вот культура. Последние несколько номеров. Политику мы обычно, если есть такое событие, как, допустим, вот, Хурал, да, и то там не всегда бывают интересные моменты для жителей, и нужно уметь еще подать их так, чтобы понять, какой закон как на нас сработает. И сработает ли, вот, что там, все вопрос такой. Да, поэтому здесь, как бы, я считаю, что наша редакция в этом смысле отличается. Вот вы спрашивали про ТВКОМ, да, мы сознательно не... Я про ТВКОМ ничего не спрашивал. Нет, это было за кадром, я извиняюсь, выдала наш разговор перед передачей. Я думаю, что простому зрителю, на самом деле, все равно, кто директор ТВКОМа, да? По хамилию, простому телезрителю. Поэтому мы не акцентировали вообще на этом внимание, например, да, так же, как мы не акцентируем где-то внимание открытия, там, разрезание ленточек, очень любят наши политики заказывать, да. Другой вопрос, вот, насколько это повлияет на жизнь людей, открытие детского сада, школы, да, это социально, я понимаю, все это. Вот, мы последние из нашумевших, мы делали экран за 7 миллионов, помните, да, в Хурале, которые мы потом... Мы все делали. Да, мы все делали. Все для народа, как сказал Матвей Матвеевич, взмахнул гланью. Вот, а по простым людям, у нас есть такой проект «Человек года», который вы вчера отметили. Он у нас уже 5 лет, по нему у нас условия есть, что в нем не могут быть политики и не могут быть чиновники. Это просто условия. Только простые учителя, врачи, там, тренеры и так далее. Уже 5 лет мы награждаем, один раз вы нашими партнерами были даже, и мы награждали простых людей. Надеюсь, это лишь будет. Да, конечно. И вот в этот раз у нас, пожалуйста, многодетный отец четверых детей, который сформировал хоккейную команду и, в общем-то, на свои деньги тратит все свое время на то, чтобы возродить хоккей. Вот про таких людей они интересны. И наши герои, наши читатели, на самом деле, вот такие простые люди. Я считаю, что это... Не я считаю, но вся редакция считает, что главные герои нашей жизни – это не политики. Главные герои – это простые люди, учителя, дворники, которые замизируют зарплату, каждый день ходят на работу. Делают нашу улицу, ну, хоть чуть-чуть чище. Да, это простые учителя, которые за небольшую зарплату, да, учат наших детей. Воспитатели. Мы в день воспитателя делали репортажи, мы делаем, журналист меняет профессию. И вот журналист говорит, что я через полчаса оглохла от детского крика, да, там, от шума, от топота. И я говорю, я не представляю, как воспитатель целый день проводит, день на ногах, сидеть, оказывается, воспитателю нельзя, вот, допустим. Потом у нас недавно в день театра журналист попробовала себе о роли кукольника. Она тоже говорит, у меня потом отвалились плечи, спина болела, потому что проводить вот несколько часов, держа на руках четырехкоровым куклом, это очень тяжело. То есть мы пытаемся подать профессии, чтобы люди... Изнутри. Изнутри, да, журналист меняет профессию, это постоянно. Какие еще вот у вас проекты? Я знаю, что вот вы, наверное, единственное такое издание среди наших республиканских, в которых постоянно какие-то проекты новые, причем они все, как правило, осуществляются. Вот какие новые проекты вы? Вот этот человек года, это замечательно. Да, он уже пять лет. Постоянно то пилюлю, или какой-то там, ну, что-то со здоровьем связано, газеты, я сейчас не помню. Окна Бурятии, да? Да, да. То есть это все приложения такие бесплатные, полезные, я думаю, многим нужные. Вот что нового планирует издательский дом, информполис? Ну, новое мы сейчас планируем, я, наверное, из... будет вечеринка временно беременной, это для наших женщин, да. Первый июня у нас будет... Я так полагаю, что для женщин, хотя там и мужики должны присутствовать. Ну, да, да. Будущие папаники. Мы поддерживаем таким образом наших беременных женщин, ну, как бы пропаганды семьи, потому что это прекрасно, когда женщина еще рожает детей, да. Первый июня у нас будет забег ползунков наш традиционный, на этот раз он будет в Кяхте. То есть мы... В новом спорткомплексе, я надеюсь. Я не знаю. Который там построили лет семь назад, но он так... Пока точно не знаю, но в прошлом году мы делали в Гусинозерске выезд, и, ну, просто резонанс был огромный. Потому что для сельских мамочек с их детьми прийти, да, поснимать своих детишек, посмотреть, столько позитива. На 9 мая, я сейчас могу небольшой секрет выдать, мы сделали... Может, не стоит? Пускай это будет сюрпризом. Нет, ну, это твое решение. Ну, я весь секрет выдавать не буду. У нас будет победный номер, да, мы его посвятим нашим ветеранам, героям войны. Причем мы расскажем о героях малоизвестные факты. Ну, вот, например, все знают снайпера Тулаева, да. Вы знаете о том, что он первый пригнал иномарку. Он из Берлина пригнал американский вырез. Как фисковый. Ну, трофей. Трофейник, да, я неправильно сказал, трофейник, конечно. Он был очень интересный в жизни человек, да. Вот, мы нашли родственников Барсоева, да. Не все знают, что он должен был стать генералом. Он погиб буквально за несколько дней до того, как стать генералом. Трагическая судьба генерала Балдынова. Не все знают, что он был репрессирован, да. Вот, особенно молодое поколение, оно должно понять, что вот многие парни, тогда вот их ровесники уходили на войну. Многие из деревень не знали русского языка, и при этом они воевали, да, учились понимать команды. И мы в майские праздники, когда будет 70-летие отмечать войны, будем, подарим нашим читателям победный номер. И для них будет развалина Рейхстага. И они смогут фото. Дальше давай не будем скрывать секреты, потому что мне самому интересно, мне не хочется заранее все знать. Приходите, будете развалинами Рейхстага довольны. Я надеюсь. Я уверен, вернее даже, так скажем. У нас осталась буквально одна минута, пожалуйста, по традиции, да, по традиции, я представляю тебе слово, обратиться читателям, к нашим зрителям с твоими словами, пожеланиями. Пожалуйста. Ну, я желаю, чтобы вы оставались читателями газеты, потому что многие сейчас предсказывают, что газеты уходят. На самом деле, читатель газетный уходит в интернет, да. На самом деле, газетный читатель никуда не уходит, он просто перестает платить. Многие молодежь, например, да, им проще посмотреть в интернете. На самом деле, будущее, я думаю, за электронно-печатным вариантом, потому что на современном гаджете можно посмотреть короткие новости какие-то. А вот аналитика, какие-то вдумчивые тексты можно будет прочитать в газетах. Не утрачивайте культуру чтения, потому что, я считаю, именно местные газеты по вашим просьбам, по вашим пожеланиям, именно они формируют общественное мнение. Потому что газеты, журналисты, телевидение – это выразители именно народа, мнения народа. И мы посредники между властью и народом. Спасибо большое. Вам спасибо. Замечательные слова, абсолютно к ним присоединяюсь. Спасибо, что пришла к нам на программу. Творческих успехов с наступающим праздником, со всеми наступающими праздниками. Ну, в первую очередь, конечно, это с 9 мая, с Днем Победы, вашему коллективу, тобой руководимому успехов, чтобы так же красиво, умно, я не знаю, правильно я поставил удаление, удаление или нет, но меня может поправить потом опять. Подавали те материалы, которые интересны нашим читателям. Спасибо. Уважаемые телезрители, это была программа «Открытый эфир», гостей которой была главный редактор еженедельника «Информ-Полис» Преан Зандуева. Я, Владимир Банчиков, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова